Амерта. Свод правил в мафиозной структуре, которых должен придерживаться каждый член любой семьи. Нарушитель Амерты исключается из семьи, а выйти из неё по правилам можно лишь умерев. В этом видеоролике мы разберём сюжет игры Godfather на нарушение правил Амерты со стороны той или иной семьи. Первое нарушение следует со стороны семьи Корлеоне, когда мы захватываем легальный бизнес и рэкет семьи Таталья. Хотя обычно бизнесы и контроль над ними распределяются между семьями в переговорах или в результате войны. Следом семья Таталья убивает Луку Брази за то, что дал нам приказ о захвате рэкета. Вот только главный герой убивает убийц, что тоже является нарушением. За этим следует нападение Таталья на Дона Корлеоне. Вот тут уже не права семья Таталья, ведь мы вообще-то убили обычных солдат их семьи. А они наносят ответный удар человеку, высшему по званию, что недопустимо. Затем Таталья совершает повторное нападение на Дона, которое отбивает протагонист. Как минимум мы теперь можем дважды покушаться на жизнь их Дона. Далее на нашу территорию вламывается полиция, так что тут рассматривать с точки зрения Амерты нечего. Ибо ее правила касаются полиции лишь в том, что хранителя закона нельзя убивать за просто так, разумеется. А они пришли, угрожая жизни всех находящихся. Поэтому нарушений от Корлеоны нет. Вместо того, чтобы покуситься на жизнь Дона Таталья, на что мы имеем право даже дважды, мы взрываем их бизнес-точку и убиваем предателей поли Гатта. Хорошо, что у него нет семьи. А то пришлось бы и их добивать, поскольку именно такая участь ждет человека, предавшего клан. Миссия с головой лошади не нарушает никаких правил. Да, мы по правилам не можем убивать гражданских просто так. Зато животные вообще не касаются правила Амерты. Следует ответный удар семье Таталья. Убийство Солодца, не являющейся членом этой семьи, но приходящейся им партнером. А если вспомнить сюжет фильма, то попытка убийства Витория Корлеоне явно его инициатива. Семья Таталья не перестает удивлять. Ведь после того, как мы зарыли топор войны и стали квиты, они посягают на главного героя, а Фрэнки вовсе похищают и в итоге убивают. Что накладывает ответственность на Таталью перед Корлеоне. Вот только дальше косячим уже мы, причем дважды, убив 2К по режиме. Хотя тут вполне справедливо, ибо этот мистер местный голливудский актер со своей непоколебимой улыбкой конкретно меня заебал. Че лыбу давишь, пидорас, довольный. За нашими действиями следуют ответные. Убийство Сантина Корлеона. Однако тут участвует не только семья Таталья, а еще Кунео и Страчи, которые вообще ни при чем. Так что за ними тоже косячок. Затем убиваем Стукача, охраняемого семьей Борзини. Но Стукач это предатель, так что тут за нами никаких нарушений нет. А кто его там охранял, их проблема. Еще одно предательство уже от Монка, благо его охраняет немощная Кунео. Последний предатель Тесио. Наступает финальный акт игры, где новый Дон, Майкл Корлеоне, конкретно обнаглел и приказывает убить всех Донов. А именно семьи Татали, с которыми мы вроде уже рассчитались, Кунео и Страчи. Тут уже больше смысла, ведь какого хера они участвовали в убийстве Сани Корлеоне. И последний Дон семьи Борзини. С ними за всю игру вообще не было никаких терок. Однако по сюжету фильма, все семьи, кроме Корлеоне, были пешками Борзини. В итоге, самой наглой семьей выходит Корлеоне. Несмотря на все закрывшиеся вендеты, они убили Дона Татали и Борзини. На что не имели права. Вообще, такое умозаключение неудивительно. Ведь мы играем за семью Корлеоне. Соответственно, мы больше видим результаты ее деятельности.